Всем привет! Начинаем очередное путешествие по моему маленькому городку Васильевский остров 8 линия. Дом номер 9 построен в 1820 году для мещанина Белаяна. В 1777 году архитектор Петерсон перестроил дом. Этот дом уже перестраивался в 1910 году господину Воробьеву, который он отстроил третий-четвертый этаж. И, в общем, он стал таким, каким мы его видим. Чем он знаменит? В этом доме в 1917-1918 годах жил председатель Петроградской ЧК Моисей Соломонович Урицкий, 9 лет революционного движения в России. Родился он в 1873 году в городе Черкассы, на Украине в большой еврейской семье, купеческой. Рано остался один. Отец умер, воспитывался он матерью, вступил в университет, платил на военную службу, был арестован как социал-демократ, сослан в Якутскую губернию. После второго съезда РСДРП в 1903 году примкнул меньшевикам, был выслан за границу, жил в Германии, Швеции, Дании и исполнял обязанности личного секретаря господина Плеханова. После этого возвратился в Россию, участвовал в Октябрьском перевороте, член коллегии Народного комиссариата внутренних дел, председатель Петроградской ЧК. В первое время на этих постах, на постах председателя Петроградской ЧК, допускал смертную казнь как исключительную меру, но в дальнейшем говорят, что он был очень жесток, необыкновенно жесток. Был убит в 18-м году в Петрограде в здании генерального штаба на Дворцовой площади. Убийцей оказался 20-летний студент Петроградского политехнического института Леонид Каниксер, сын инженера Каниксена. Ну, в общем, это было, как говорят, это было месть за своего друга, офицера Перельцвега. По признанию следствия, точно установить путем прямых доказательств, что убийство было организовано контроляционной организацией, не удалось. Тем не менее, он был казнен. Как член партии эсеров, этот Каниксер Урицкого похоронили на Марсовом поле. Ну и это убийство было использовано большевистскими властями, как повод для начала кампании красного террора по всей стране. Таврический дворец был переименован дворец Урицкого. Дворцовая площадь до 44-го года именовалась площадью Урицкого. Вот в неких газетах писали, что убить Ленина и Урицкого, это значило бы больше, чем одержать громкую победу на фронте. Трудно сомкнуть наши ряды, громадно пробитая в них брешь. Но Ленин выздоравливает, а незабвенного и незаменимого Моисея Соломоновича Урицкого, мы посильно постараемся заменить. Каждый удестили свою энергию. Такие дела. Еще там писали, убит Урицкий. На единичный террор наших врагов мы должны ответить массовым террором. За смерть одного нашего борца должны поплатиться жизнью тысячи врагов. В первый день красного террора в связи с убийством Урицкого в Петрограде было расстреляно 900 заложников, в Кронштадте еще 512. Ну а что об этом доме? Раньше здесь висела доска, ну и почему сейчас нет. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Всего хорошего.